Я пересилила себя, я не упала в обморок. Но какими ударами ты поразила сердце моё? Этот изверг Настаси требует 200 рублей серебро. За это клянётся достать обратно письмо. Я сама в ровких бушмаках по снегу бегу, за Дубуништейну засладываю мой фермуар. Память праведницы моей матери Через два часа письмо в моих руках. Настасия украла его. И честь твоя спасена, доказательств нет. Теперь ты сама рассудила о поступке этого мальчика. Но сих пор ты мучаешься, дитя моё. Ты не можешь забыть его. Этот несчастный теперь надсмертно мадрил. Говорят, он в чахотке и скоро умрёт. А ты, ангел доброты, щадишь его. Ты не хочешь при жизни его выходить замужем? Я угадала тебя, дитя моё. И Бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку. Оставьте, оставьте вы всё это, маменька. Очень тут понадобилась ваша подушка. Нельзя без декламации, да выберутся. Да потому что я уверена, что ты любишь не его. Этого не естественного мальчика, а золотые мечты твои. Своё потерянное счастье. Свои возвышенные идеалы. Я сама любила, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала. У меня тоже были свои возвышенные идеалы. А потому кто может обвинить меня теперь за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным и самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоём положении? Нет, ну неужели вы серьёзно положили выдать меня за этого князя? Нет, это не мечты, не проекты, а твёрдое ваше намерение. Я угадала. Ну, постойте. Каким же образом это замужество спасёт меня и необходимо в теперешнем моём положении? Я ничего не понимаю, маменька. А я лишь это не понимаю. Как же можно не понимать всего этого? Одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишко, полный для тебя ужасных воспоминаний. Ты можешь этой же весной ехать за границу в Италию, в Шрицарии, в Испанию. Где мир ты? Где Альгамбра? Где Квадалкови Вир? А не стешняя сверная речёнка с неприличным названием. Это первое, теперь второе. Зина, у меня всё сердце замирало, когда я из расчёта желала твоего брака с Мазбряковым. Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь, а он потребует твоей любви. Каково тебе притворяться? А с князем тебе притворяться нечего. Само собой разумеется, что ты не можешь его любить любовью. Да и он сам, он сам, он не способен потребовать такой любви. Слушай, какой вздох? Уверяю вас, маменька, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом и главном. Я вовсе не хочу замуж ни за кого. Я останусь в детках. Вы меня два года ели за то, что я не хочу выходить замуж. Ничего придётся вам с этим приверить. Не хочу, да и столько. Зиночка, князь, проживёт год. Много два. И, по-моему, лучше быть молодой в тобой, чем перезрелой девой. Не говоря уже о том, что ты под смертью его княгиня, богата, независима. Я мать. А какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, после смерти князя ты можешь выйти замуж за кого пожелали. Он, знаешь, попросту выходит. Выйти замуж за князя, обобрать его, а потом что? Рассчитывать на его смерть, что после выйти за любовника? Понимаю вас, маменька. Вы не можете отказаться от выставки благородных чувств даже в гадком деле. Сказали бы мне просто, Зина, это подлость, но она выгодна. Согласись на неё. Было, по крайней мере, откровенно. Зиночка, а зачем мне примерно смотреть с этой точки зрения? С точки зрения обмана. Ради всего святого, где тут обман? Какая тут низа? Ты жертвуешь старику свои лучшие годы. Ты как прекрасная звезда. А светишь заказ его жизни. Так неужели его княжество, его деньги стоят дороже тебя? Ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Обман всегда обман, маменька. Какие бы ни были цели. Против. Напротив, дитя моё. На это можно взглянуть с другой, с высокой, христианской точки зрения. Этот старик тоже страдал. Он несчастен. Его гонят. Будь его другом, будь его дочерью, будь даже игрушкой его, если всё говорить. Но согрей его сердце, и ты сделаешь это для Бога, для добродетелей. Он смешон. Не смотри на это. Он получеловек. Пожалей его. Ты христианка. Откажись, наконец, от денег, если деньги для тебя так ненавистны. Оставь себе необходимое. А всё раздай бедным. Помоги хоть ему, этому несчастному, надсмертному Андре. Он не примет никакой помощи. Он не примет, но мать его примет. Она примет тихонько от него. Я знаю, вторуха стирает бельё на людей, чтобы кормить своего несчастного сына. Ему скоро не нужна будет помощь. Я знаю. Я знаю, и это на что-то не мешает. Говорят, он в чахотке и скоро умрёт. Кто это говорит? Я на днях нарушена сама, спрашиваю о нём Калиста Станиславовича. И он мне сказал, что это не чахотка. Нет, нет, это так, только довольно сильное и грубное расстройство. Да, он мне сказал, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров. Кажется, Малага, где настоящие чахоты, и совершенно выздоравливали от одного климата. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирные, эти львоны, эти испанцы на своих мулах. Ты думаешь, он не примет своей помощи, твоих денег? Обмани его. Обман простителен для спасения жизни человеческой, обещая ему любовь свою. Скажи, что выйдешь за него замуж. Пожалуй, выйди за него, когда вдовеешь. Брат твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Ты спасешь, ты воскресишь его. Но если даже он и умрет, он умрет, счастливый, на руках твоих, под сенью мир, лимонов, под лазорем экзотическим небом, зина, все это в руках твоих. Все выгоды на твоей стороне. И все это через замужество с князем. Послушайте, маменька. Черт несет эту сороку-полковницу. Я ее почти выгнала две недели тому назад. Но она с вестями. Мне надо знать. Ну, как я вам благодарна за ваш визит, бесценная, Соби Петровна. Как вам думаешь, вспомнить обо мне и такой очаровательный сюрприз. Я к вам только на минуточку, Мария Александровна. Я приехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума был от этого князя. Наши пройдохи ловят его, ищут, тащат его на расхват шампанским паят. Вы не поверите. Да как же это вы решились отпустить его от себя? А знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны? Как у Натальи Дмитриевны? Он к губернатору поехал, а потом, может быть, к Кане Николаевне, и то ненадолго. Губернатор он дома не застал, а тут он к Кане Николаевне поехал, дал слово обедать ему. А Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь. А как же мозгляков, ведь он обещал Данца вам этот мозгляков, хваленый ты ваш. Да иди с ними, туда. А какие она вещи про вас распускает? Ведь она же вслух кричит, что вы завлекаете этого князя для известных целей. А сама-то, сама вывела свою сон 15 лет в коротком платье. Все это только до колен. Послали за этой сироткой Машкой. Та тоже в коротком платье, только еще выше колен. Я в лорнет смотрел. На голову надели какие-то красные шапочки с перьевершки, я не знаю, что это изображает. И под фортепиано заставили их айбеих пигалец перед князем плясать казачка. Слабость этого князя, вы знаете, Моно? Он так и растает. В лорнет на них смотрит, форма говорит, формы. Они перед ним отличаются, две сороки. Раскраснелись, ноги вывертывают, такой, мол, плезир пошел, что люли перед ним и это там. Я сама танцевала с шальмом при выпуске из благородного пансиона мадам Жанри. Так я благородный эффект произвела. Мне сенаторы аплодировали. А ведь это же просто кан-кан. Ведь я же сгорела со стыда. Сгорела. Я просто не вытянут. Вы сами были у Натальи Дмитриевны ветеранат. То, что она оскорбила меня на прошлой неделе. Хм, Маша! Я об этом всем прямо и говорю. Но ведь я же должна была хоть в щелочку посмотреть на этого гнязя. А то где бы я его увидала, поехала бы я к ней. К бы не этот скверный князишка. Вообразите, всем шоколад подают. Мне нет. И все время со мной хоть бы слово. Ведь это же она нарочно кадушка эта. Ну, я не теперь. Но я спешу, спешу, мама уж. Мне непременно надо Акулину Панфилову поймать и ей рассказать. Только вы, Маша, проститесь князя. Он вас больше не будет. Анна Николаевна непременно тебе его перетащат. Ведь они все боятся, как бы вы не того. Насчет Дины. Ой, калера. Уж это я вам говорю. Весь город об этом кричит. Я, Канна Николаевна, на двор щелочка заглянула. Там суетня. Обед готовят, ножами стучат за шампанским. Мария Александровна, пишите и перехватите его по дороге, когда он к ней поедет. Мария Александровна, ведь это же ваш гость, а не ее. Ведь он же к вам к первой обещался, чтобы над вами, Машер, смеялась эта каверзница, эта пройдоха. Ну, сопля. Ведь она же подошвы. Моей она не стоит, хоть она и прокурорша. Я, Мария Александровна, сама полковница. Я в благородном пансионе, мадам жюри воспитывалась. Мезодио, монолши, я спешу. У меня свои сами. Каковы я с вами поехала? Машер, пишите, монолши, спешите. Малюта, вы сейчас истратили со мной много вашего красноречия. Слишком много. Но вы меня не ослепили. Я не дитя. Убеждать себя, что я делаю подвиг сестры милосердия, оправдывать свои низости, все это такое ижуитство, которое меня не могло обмануть. Я хочу, чтобы это непременно знали. Подождите, маменька, имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на мое полное убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я принимаю ваше предложение вполне и объявляю вам, что я готова выйти за князя. Ну, и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его жениться на мне. Для чего я это делаю, вам не надо знать. Довольны и того, что я решилась. Маменька, я решилась на все. Я буду подавать ему сапоги, я буду плясать для его удовольствия, я буду его служанкой, рабой. Я сделаю все на свете, чтобы он не раскаялся, что он женился на мне. Маменька, но взамен на его решение я вас прошу, скажите мне, как вы все это сделаете? Поймите, я не могу решиться окончательно, не зная, как вы все это устроите. Симочка, ты плоти кровь моя. Маменька, мне не надо ваших объятий, мне не надо ваших восторгов, мне нужен ответ на мой вопрос, и больше ничего. Я люблю тебя, я обожаю тебя, но я для твоего же счастья стараюсь, а ты меня там не жил. Маменька, не сердитесь вы, я в таком волнении. Я не сердитесь, мой Анечка, я понимаю, я понимаю, что это волнение, ты требуешь от меня, я тебе все сказала, полной откровенности. Клянусь тебе, у меня настоящего плана нет, но клянусь тебе, я достигну цели. А для этого надо как можно скорее начинать, даже чтобы сегодня же и кончить все самое главное. Они там хотят сманить князя, сейчас же сажусь и еду, вызову мозглякова, а там, да я его силой увезу, если нужно. Да ведь тысячу лет не будет такой оказии. Ах, какая ты красавица, раз красавица, а не красавица, как, как не поцеловать эту ручку, о, мое тело, о, моя плоть, моя кровь, хоть насильно женить этого дурака. Не дужи, не дужи, не сомневайся, так, не благородно делается. Главное, с такой точки зрения посмотреть на это. Постой, постой же. А я бантик красненький приколола для этого князишки. Поверила, дура, что он на мне женится. Вот тебе и бантик. Ох, Мария Александровна, я у вас нищая, хочу мичка, я взятки под весь лицом голос беру. А как тебя упустить? Нельзя. Тихо, эдакое, тебе только по канве вышивать. Погодите, я вам покажу канву, я вам покажу обеим, какова я, жуличка. Узнаете Настасью Петровну и всю ее квадать. Надо спешить, торопиться, а этот болван Матгреков сидит себе как дурак, которому заботы мало. Только помещаю. Нельзя же начинать твое дело при нем. Мария Александровна, Мать Александровна, к твоему величайшему сожалению, я должен немедленно уйти. Куда это? Мать Александровна, со мной случилась пристранная история, я уж не знаю, к вам и сказать. Дай мне, ради бога, совет. Что такое? Вот крестный отец мой, Бородой, встретился сегодня со мной. Стои крещительно сердится, упрекает меня, говорит мне, что я загордился. Вот в 30 раз я морда собей, а к нему и носу не показал. Приезжай, говорит, сегодня на чай. Теперь ровно 4 часа, а чай им пьет по-старинному, как проснется в пятом часу. Вот что мне делать? Весь здесь состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня только полтора саду, а у него миллион. Люди говорят даже больше. Весь детен, угодишь ему, 100 тысяч по-духовной оставит. Ведь 70 лет, помените. А почему вы медли, с детенем шутить нельзя? Ах, молодежь, молодежь. Мария Александровна, вы же сами нападали на меня за этот закон. Вдруг моя, мол, на ми, вы тогда не схватились в гостиночке. Выезжайте, выезжайте вечером и у него протезите. Ну, воскреси меня, Мария Александровна. А то, что я вам просто боялся сказать. Извините меня, пересадите по Настиной. Впрочем, непременно сюда. Оруйвар, мол, на ми, оруйвар. Как это хорошо, что его черт несет. Нет, это сам Бог помогает. Куда вы? Ну, бороду его, Настасья Петровна, бороду его. Крестный отец мой удостоился меня крестить. Богатый старик. Оставить что-нибудь, так надо бородить. Бороду его, ну и простите с невестой. Да как так простите? А так, вы что думали, она ваша, а ее вон за князя водовать хотят. Сама слышала. За князя? Да. Да помилодерживайте, Настасья Петровна. Да чего-то помилодерживайте, не угодно вам самих. Посмотреть да послушать. Просьте шубу, пожалуйста, сюда. Все решители ничего не понимают. А легкие, как нагнетесь да послушайте. Комедия Вера сейчас очнется. Да какой комедия? Не говорите громко. Комедия в том, что вас просто надувают. Знаете, как вы уехали с князем, он сам на целый час уговаривал Дину выйти замуж за этого князя. Говорил, что нет ничего легче, как его облакошить и застать жениться. И такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я вот отсюда все подсушила. Дина согласилась. Вот как они обе чистили, прямо с дурака почитают. А Дина прямо сказала, что за вас, за что замуж не выйдете. Я-то дула, бантик красненький приколола. Это же безбожнейшая коваршинец это так. Ну послушайте, послушайте. Я не способен послушать. Скажутся, тучись там в карман. Пришлите, слушайте. А не способны. Оставайтесь с носом. Пожалею, это аккуратно. Мне что-то не для тебя. А тут дай еще и мне оставь. Держи, слушай. Дырочку, дырочку, вот дырочку. Такую дырочку. Здравствуйте. Прошу вас, как вам очень весело было у Натальи Дмитриевны. Чрезвычайно весело. Чрезвычайно весело. И знаете ли, бесподобнейшая женщина Наталья Дмитриевна. Бесподобная женщина. Полностью князь. Уж если ваша Наталья Дмитриевна бесподобнейшая женщина, то я уже не знаю, что после этого. Эзина, послушай, я должна, я обязана рассказать князю этой низкой происшительной этой нотарией на прошлой неделе. Клянусь, я не скрытился. Две недели тому назад приезжает ко мне ваша Наталья Дмитриевна. Подалеко-то я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня оставалось сахару в этой сахарнице. Она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю, лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова? Какая, однако же, неестественная жадность. Неужели же она все одна съела? Но вот какова ваша Наталья Дмитриевна. Ну, да, 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 знаете, она все-таки такая Белльфом? Наталья Дмитриевна? Ну, да. Полный текняц, это просто кадушка. Ну, да, ну, да, она кадушка, кадушка, да. Ну, знаете ли, она так сложена, у нее такие формы. А вот девочка, которая с ней танцевала, она тоже формируется. Эдина, сыграй нам что-нибудь. Или нет? Лучше спой. Как она поет, кем? Вы любите музыку? Ну, да, ну, да, я очень люблю музыку, очень. Даже мне спеть, мама. Эдина, спой тот романс, где помнишь еще это владельница замка и ее трубодур. А, князь, так, я люблю все это рыцарское, эту средневековую жизнь, эти замки, трубодуры, турниры. Я буду аккомпанировать везем. Сядьте сюда. Сюда, поближе. Поближе, ну, да, ну. Ах, эти замки, замки. Да, я очень, я очень люблю замки. Замки. Х cosine. Х à Kenny. Х à Kenny. Х à Kenny. Хе Лею, Сынки. Сынки. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Мария Александровна, я обожаю ее. Как ты не оставляешь мать свою? Маменька, довольна. Я только теперь начинаю жить. Зима, взгляни на этого человека. Это рыцарь средних веков. Я передаю вам моего ангела. Берегите ее, князь. Вы защитите ее от обиды, князь. Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику Ильичерскому, который осмелится обидеть мою Дину. Блеснет моя шпага, которая... Мария Александровна, я хочу, чтобы свадьба была сегодняшней. Немедленно посвать в Духаново. Там мои бриллианты. Я хочу положить их к вашим ногам. Поднимите меня, я немного ошла. Понимаете? Какой пыл, какой восторг! Вы могли губить себя, удаляясь от цвета. А что же мне было делать? Я так боялся. Они ведь меня в сумасшедший дом посадить хотели. Сумасшедший дом. Ой, видите, о низкой коварстве. За что? За что? Я и сам не знаю, за что. Я, знаете ли, на бале был и анекдот какой-то рассказал, а им не понравилось. Ну и пошла история. Неужели только за это, князь? Ну да. Нет, не только за это. Я еще с князем Петром Дементичем в клубе в карты играл и без шести остался. У меня было два короля и три дамы. Нет. Сначала был король, а потом уже были и дамы. Он еще теперь этого не будет. Вы будете смотреть им прямо в лицо. Ну да, я буду смотреть им прямо в лицо. Совсем раскистый к слову, Теречка. Вам непременно надо отдохнуть от этого волнения. Ну да, я бы хотел немного полежать. Я провожу вас сама. Я уложу вас сама, если надо. Надо. Я немного ослаб. Обобритесь на мою руку. Как-то не, наконец-то я узнал, кто вы такая. Кто я такая? Как вы смеете так говорить со мной? Я слышал все. Подслушивали? Да, я подслушиваю. Я решился на подлость. Но я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтобы сказать вам, какая вы теперь выходите. А хоть вы и слышали. В чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете так дерзко говорить со мной? Какой я имею право? А? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права? Да мне слово дали, вот что. Когда? То есть как когда? Сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала вам, что я не могу сказать ничего положительного. Но, однако, вы не прогнали меня. Вы не отказали мне совсем. Значит, вы удерживали меня в прозапас. Значит, вы завлекали меня. Если я не прогнала вас, то единственное из жалости. Вы же сами умоляли меня повременить и не говорить вам нет. Это были ваши собственные слова. Вы не можете от них отпереться. Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, с которым я встретилась с вами сегодня утром. И это отвращение я от вас не скрыла. Напротив, я его обнаружила. Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут, да и не хотят скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились сказать мне теперь, что я берегла вас прозапас. На это отвечу, что рассуждала про вас так. Если он, думаю, не одарен умом очень большим, то все-таки может быть человеком добрым. И можно выйти за него. Но теперь, к счастью, вы ему убедят, что вы дурак. Да еще злой дурак. Мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте. Так я теперь уже дурак. Хорошо, прощайте. Но прежде чем уеду, я всему городу расскажу, как вы с маминкой облополшили сняти на бою сего Допгина. Узнайте, мастерякова. Что с вами, Монамин? Так, Монамин, Борген Фрид, милостивый государь. Какие выражения? Вы даже не удерживаете ваших слов перед дамой. Перед дамой? Вы все, что хотите, а не так. Сядьте. Послушайте, моя Александра. Вы смотрите на меня так, как будто вовсе и не виноваты. Круто я же виноват перед вами. Знаете, это нельзя. Это превышает меру человеческого терпения. Друг Мон, я готова открыть вам все мое сердце. Тем скорее, что я сама чувствую себя несколько виноватой перед вами. Сядьте. Поговорим. Вы подслушивали? Да, я подслушивал. Ау, еще бы не подслушал. Тот олух-то был бы. По крайней мере, я знал все. Что вы против меня сзеваете? Как же вы с вашими правилами, с вашим воспитанием могли решиться на такой поступок, боже мой? Марья Александра, вспомните, на что вы решились с вашими правилами. А тогда уж осуждайте другие. Ну, друг мой, я сказала, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что если я виновата перед вами, единственное тем, что я вам же желала, возможно, больше добра. Мне добра? Речь, что больше не надуйте. Не таков мальчик. Ну, вдруг вы будете хладнокровнее, если можете. Прежде всего, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит. Мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить принять предложение князя. Я сейчас имену удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия. Ну, хорошо. А как вы с ней говорили, так ли, наконец, говорит человек хорошего тона? Не до тону! Теперь, Марья Александровна, как вот кавича, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня, ну, честит, вы чернили меня. Вот что я вам говорю. Так ведь, если я вынуждена была, вас чернить перед ней. Ну, а это так, как трудно было извлечь из нее согласие вас оставить, недальновидный человек. Если вы нас подслушивали, должны были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Она пела, как автоматик. Вся ее душа ныла в тоске. Я, наконец, из жалости к ней увела отсюда князя. И я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы. А вот за что вы были против меня? Вот за что вы чистили меня, колевитали меня, о чем сами признаете теперь? Отвечаю. Для Зины князь богат, Натин, имеет связи. И выйдя за него, Зина сделает богатейшую партию. Наконец, если даже он и умрет, быть даже скорым, потому что мы все более или менее смертны. Тогда Зина, молодая вдова, княгиня, в высшем обществе и может быть очень богат, она может сделать блистательную партию. Она может выйти... Ну, разумеется, она... Она-то выйдет из того, кого любит. Кого любила прядки. Четер-шер-сер-балок. В этих окнях. А-а-а, вы хорошо поете, Марья Александровна. А мне-то кого подумайте? Да я теперь знаю, как и в нос. Ну, неужели же вы думаете, что я о вас не подумала, мой Шарколь? Ну, напротив, во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то, собственно, и заставила меня исполнить все это предприятие. Мать, а выгода? Это как же? Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Друг мой, мол, вами, вы меня спрашиваете, в чем заключается ваша выгода. Разрешите для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но иногда она холодна с вами. Не замечали вы это сами полцать? Она замечала его даже сегодня. Видите, вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с упреками, даже с ругательствами, вы пришли бы к ней и сказали, Зинаида, я люблю тебя больше жизни моей, но фамильные причины нас разлучают. Я понимаю эти причины, они для твоего же счастья. Зинаида, я прощаю тебя, будь счастлива, если можешь. И тут вы устремили бы на нее взор заколаемого агнца, если можно так выразиться. Вообразите, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце. Подожди, Мария Севна, все это так, я все это понимаю. Да. Может, я вот сказал, а все-таки ушел бы без ничего. Нет, 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 не перебивайте меня. Вы слушаете меня до конца. Вообразите же теперь, вы встречаетесь с ней потом, через некоторое время. Встречаетесь где-нибудь в высшем обществе на бале. При блистательном освещении, при упорительной музыке среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы один, бледный, задумчивый, где-нибудь опершите колонну. Но только так, чтобы вас видно. Следите за ней, вихри балок. Она танцует. Вокруг вас льются упоительные звуки штрауса. Супится с ромней высшего общества. А вы один, бледный и убитый вашей страстью. Что тогда будет с Зинаидой, подумайте. Для здоровья, для здоровья князя Зинаи едет за границу. На Витаду, в Шицарию, в Испанию. В Испанию, где мир ты, где Альгамбра, где Квадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. И вы, вы едете туда же за ней. Жертвуйте, жертвуйте службой, связями всем. И там начинается ваша любовь. С неудержимой силою. Любовь, молодость, Испания, Боже мой. Ну, разумеется, ваша любовь непорочная, цветая. Но, наконец, вы томитесь, смотря друг на друга. Вы меня понимаете? И, наконец, князь умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого вы едины, как ни за вас. Вы берете ее молодую, богатую, знатную. Вы становитесь за нее героем, добродетелей и цена держения. И после этого вы спрашиваете, в чем заключается ваша выгода. Нужно быть слепым, чтобы не рассчитать, чтобы не предугадать, чтобы не предусмотреть эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а она говорит, это я, я, я твоя выгода. Марья Александровна, я все понял. Я поступил грубо, низко и погло, Марья Александровна. Не расчетливо. Я еще, Марья Александровна, теперь все погибло. Нет, друг, в войне все погибло. Вы-то сделали обкипение страсти. Ну, Марья Александровна. Я оправдаю вас перед ней. Я святу вас, и вы завтра ей расскажете все, все, как я вам сейчас говорила. Марья Александровна, а нельзя сделать сейчас? Нет, обрани бог, завтра я святу вас, а сейчас уходите куда-нибудь ради всего святого. Хоть к этому купцу. Ну, пожалуйста, приходите вечером, но я бы вам не советовала. Ну-ка, шум, 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 шум. Марья Александровна, вы меня воскресили. Ну, еще один вопрос. А если князь не так скоро умрет? Как вы наивны, Мошарко. Напротив, нам надо молить небо не спасла ни ему здоровья. Но, увы, кажется, здоровье князя ненадежно. К тому же придется посетить столицу, вывозить Зину в свет. А, боюсь, как бы это окончательно не подорвало его. Но мы будем молиться шерпом, а все остальное в руце Божией. А вы уже уходите. Благословляю вас, Молли. Надейтесь, терпите, мужайтесь. Главное, мужайтесь. Проводила одного дурака, остались другие. Маленька, кончайте скорее, или я не выдержу. Все это до того, грязно, подло, что я готова бежать из дома. Не мучите меня. Маленька, не томите меня. Меня тошнит от средней грязи. Что с тобой, Монос? Ты подслушивала? Да, я подслушивала. Что вы меня будете стыдить, как этого дурака? Маленька, я клянусь вам, что если вы меня будете еще так бучить и назначать мне разные миски, роли в этой гадкой комедии, я бросил все. Я кончу все разом. Да, я решилась на эту низость, но я не знала себя.